Дети заводятся не всегда по бизнес-плану. Я думаю, как бы ты это умеешь. Жалею, что мы не на рыбалке. Ты с каким талантом родилась? Наверное, этот вопрос многих девушек, подписчиков своего канала, интересует. Почему выходцы из профмедиа такие успешные? Пение, может быть? Сейчас среднее медиапотребление в России 10,5 часов в день. Вот точно выпадать из жизни и делать что-то одно, наверное, не надо. А какие качества тебе необходимо иметь? Очень высокопроизводительный человек. А вот маме надо постараться быть счастливой. Ребята, я сегодня смог поймать для вас особенного человека. И не могу не представить его вам. Юлю, Юля делает огромные вещи, достигла в своей жизни столько. И хочется прям с тобой поговорить. Я ору на строителей. Я очень часто как бы сама с собой себя сравниваю и конкурирую. То есть мне важно в чем-то быть хорошей или лучшей. И я вот как бы сравниваю себя с предыдущей. Я работала в МТС. Чем меньше дел, тем меньше мне энергии, тем больше я засыпаю. Это были не мои деньги, но я там выполняла множественные роли. Это и маркетинг, и продажи, и взаимодействие с органами власти. Дружила, танцевала. Задача «Станьте лидерами» она очень абстрактна. Недавно ты стала членом совета директоров ленты. У тебя огромный путь менеджмента, топ-менеджмента, самых высоких достижений. И я знаю, ты недавно тоже стала мамой. Потому что у меня даже есть девушки и женщины, подписчики, которые всегда мне задают вопрос, как совместить карьеру, семью, и возможно ли это. И всегда я удивлялся. В моих стипендиальных программах всегда на входе только 15% девушек. И на канале у меня только 15% девушек. Везде только 15%. Из-за этого я очень рад, что ты на моем канале. Оскар, спасибо, что пригласил. Я тебе раньше сказала, жалею, что мы и на рыбалке. Я видела предыдущее твое интервью. Прямо это поразило, как классно можно проводить интервью. Но ничего, бизнес лаунч Атланты тоже на самом деле хорошая панель. Здесь тоже все рыбачат. Начну с личного, особенно в свете того, что, наверное, этот вопрос многих девушек подписчиков твоего канала интересует, можно ли совмещать интересы с твоей работой. Ну, во-первых, я на прошлой неделе вышла из секрета. Поэтому для меня это все свежо и ново. И могу сказать, что в первый день после выхода я в 9 вечера пришла домой. В 12 ночи мне позвонил курьер детского магазина. Сказал, что он приедет в 2 часа ночи. Меня это повергло в глубочайшую депрессию. На тот момент я тоже задавал вопрос себе, как я вообще все это буду совмещать. Полночи я просидела, писала план, что я должна делегировать. Потому что я поняла, что я точно не буду справляться совсем и с домашними заданиями, и с работой. Либо я просто закончу где-нибудь в больнице. Поэтому краткий ответ. Точно можно. Нужно жестко построить правильную логистику. Мне кажется, что по максимуму и на работе, и дома нужно делегировать все то, что не важно, не стратегическое. Начинает общение с курьерами, с закупками. И сфокусироваться на том, что доставляет счастье и удовольствие. Общение с ребенком, какие-то стратегические вопросы на работе. И тогда у вас будет счастье. Потому что я вижу, когда я в Германии закончил университет, там все девушки сначала делают карьеру до почти 35-40 лет, а потом создают семью в последний момент. В России девушки в основном сначала строят семью, а потом они просто боятся, что когда им будет... У них уже когда им 36-40 лет, уже есть как бы семья и так далее. Но они боятся, что тяжело будет вернуться после 10 лет отсутствия. Но, во-первых, не надо отсутствовать. Я думаю, что сейчас век технологий. Можно заниматься мультитаскингом. Можно работать из дома. Можно быть на связи со всем миром с помощью мобильных технологий, видеоконферент-связи. Конечно, наверное, я не буду так же часто путешествовать, как раньше. Но для этого решение важной задачи этого уже и не требуется. Вот точно выпадать из жизни и делать что-то одно, наверное, не надо. Даже не потому, что... Это был немецкий путь. Немецкий. Нет, на самом деле, я думаю, что любой путь работает. Может быть, оглядываясь назад, я бы раньше завела ребенка. Но так случилось. Дети заводятся не всегда по бизнес-плану. Они заводятся, когда время приходит. И ты уже свою жизнь под это подстраиваешь. А детям, на самом деле, им, в принципе, мало что надо. Им нужно, чтобы была мама счастливая. А вот маме надо постараться быть счастливой. А не роботом. Да, я согласен. Это самое главное. И если даже полный фокус, он только время тратит на детей, но при этом мама не счастливая, это не дает результат. Я, на самом деле, могу сказать, что, может быть, даже я пересидела в декрете. Я 10 месяцев не работала. Google разрешает это делать. Это было непросто договориться со всеми, но я сознательно решила, что я закрою компьютер и уйду. Слава богу, ничего не случилось с Google, как и стоило ожидать. Но вот я уже где-то последние пару месяцев немного сходила с ума от того, что я... Понимаю, это твоя психология. Мне нужно было стерилизовать бутылки, постоянно что-то мыть, куда-то таскать малыша, потому что он уже начинал ползти в разных направлениях. Это тяжелая физическая работа и, наверное, недостаток умственной. Нагрузки. Вот теперь я вернулась в строй. Ну, слава богу, потому что сейчас вот на World Economic Forum была дискуссия похожая, как сейчас, и они говорили, что раньше просто человек жил меньше, а теперь ожидаемость жизни будет намного дольше. Из-за этого мамы даже после воспитания детей еще имеют перед собой 50 лет потенциал. Кстати, не только мамы. Сейчас вообще на самом деле общая дискуссия о том, что люди, например, наши родители, поколение наших родителей, оно было запрограммировано на проживание одной жизнью. У тебя была одна долгая карьера, потом у тебя была пенсия, потом ты... Одна жизнь. Да. А сейчас этих жизней может быть не только две, а даже три. В зависимости от того, как ты сам цели поставишь. Вот у меня, оказывается, новая жизнь. YouTube открыл ее в 35 лет, эту новую жизнь. Я, кстати, очень рад, не ожидал я никогда, что есть такая... Но это понятно. И, кстати, я подверг... И получается, как бы, про мультитаскинг, да, если в образе говорить быть мамой и работать, да, это как бы некий дуатлон, можно, ну, трехборья, десятиборья, можно, например, может быть, ты не будешь самой лучшей мамой в мире или не будешь самым лучшим менеджером в мире, но можно быть на 10%. Во-первых, это понятие относительное, лучше, да, лучше для кого. Во-вторых, мне нравится слово и термин, эффект масштаба. Мне кажется, что когда ты действительно во многие вещи вовлечен, у тебя вырабатывается некая синергия между твоими различными проектами. С другой стороны, это тоже диверсификация. Если что-то одно валится, притом сильно валится, ты защищен эмоционально. Поэтому у меня, например, я очень рада, что у меня много хобби. Если что-то в бизнесе вот сегодня меня сильно разозлило или я недовольна, мне всегда есть на что отвлечься, выдохнуть, порадоваться тому, что где-то в других местах, в других участках моей жизни вместе хорошо. Да, это, кстати, очень хороший, это очень близкая вот эта философия. Я тоже, да, я тоже десятиборец по своей сути, у меня как бы есть десять супер. Мне кажется, жизнь сейчас такая, что ты на самом деле не имеешь другого выбора. Да, да, мне тоже так кажется. Но есть чемпионы, они жертвуют всем остальным и достигают, как бы, может быть, невероятных результатов. Но это не мой путь, я для себя это выбрал. Я думаю, что это, кстати... Мне кажется, можно я тебе перебью, секундочку? Мне кажется, этот вопрос еще элемента, во-первых, удачи, во-вторых, не просто постановки целей и жертвенности, но также и способности человека. Ведь мы же, наверное, даже если захотим, и даже будем здесь очень много тренироваться, по каким-то параметрам не сможем пробежать лучше, чем чемпион мира на шестьдесят метров. И здесь огромный эмоциональный удар, огромный. Это надо понимать, что есть люди, которые рождаются с нереальным талантом. И этот талант может быть и в бизнесе, может быть и предпринимательстве. Другой стороны, я тоже видела много предпринимателей, которые вижу цели, иду на таран. То есть они больше ничего, кроме этой цели, не видят. И это их выбор. Мы для себя каждый решаем, где наш выбор. Ты с каким талантом родилась? Пение, может быть? Никто об этом не знает. Мне кажется, что мой талант – умение дружить. Коммуникации, да? И коммуникации, и вообще искренняя заинтересованность в тех людях, которые мне нравятся. То есть я на самом деле не подчисляю себя к людям, которые называют нетворкинг. Мне нравится общаться с широким кругом людей. Я от общения получаю огромное удовольствие. Я помню, что этим людям нравится, и мы умудряемся быть на связи даже в таком загруженном графике. С другой стороны, могу честно сказать, это очень помогает бизнесу. Почему в школах не учат дружить? Почему нет урока, как дружить? Почему нет урока, как коммуницировать? Кстати, это хороший вопрос, потому что уже сейчас мир движется в ту сторону, когда любая должностная инструкция, она теряет ценность. В губле, например, по должностной инструкции больше практически не нанимают. И по резюме тяжело нанимать, потому что что будет, если ты придешь на работу, а тебе говорят, знаете, у нас была реорганизация, мы тебе рады. Только то, что ты должен был делать, уже не надо. Надо что-то другое. А какие качества тебе необходимо иметь? Тебе необходимо иметь гибкость, тебе необходимо иметь склонность к самообразованию, самосовершенствованию. Тебе необходимо иметь качества, которые связаны, кроме коммуникации, с тем, чтобы со всеми договариваться, но одновременно уметь отстаивать свою поляну. Но также видеть эту поляну. И вот как раз вот эти soft skills в будущем, это то, на чем будет выживать поколение управленцев. Потому что мы не говорим про роботов, искусственный интеллект и машинное обучение. Потому что там еще отдельная тема, что нам нужно, как людям, уметь делать, чтобы нас роботы не побили. Давай поговорим про работу немножко. Вот ты стала независимым членом большой коммуникации, советодектором большинства. Очень многие мои подписчики, они такие бойцы, единочки, которые просто делают свой бизнес. И нет никакого независимого взгляда на... Мало кто использует, даже наставников. Ну, кстати, это обязательно должен быть запрос от человека, от собственника. Потому что лента – это немного другая история, это публичная компания. Поэтому интеллекты требуется. Как может запрос родиться? Например, ты присоединилась к совету директоров ленты. Лента – огромная компания, успешная компания. Какую пользу ты можешь принести в этой компании? Как? Смотри, во-первых, есть несколько вещей, которые меня очень сильно отвечают от предыдущего состава директоров. На самом деле, лента с точки зрения корпоративного управления одна из самых продвинутых компаний в России. Это публичная компания, поэтому они отвечают всем нормам и требованиям публичности лондонской биржи. Там много требований, и требование иметь независимого директора – это тоже одно из них. Я единственная женщина в совете. Воле и случая, или, может быть, так искали, у меня единственный опыт в диджитал, в цифре. И в основном совет – это иностранные менеджеры, иностранные управленцы. Поэтому вот эти три сочетания. Ты хорошо знаешь. Я русская, я понимаю русский рынок, я варюсь последние шесть лет, даже больше, наверное, в сфере цифры, цифровой экосистемы. Я женщина. Вот эти три фактора, наверное, выделили меня из других кандидатов. На самом деле был жесточайший отбор. У меня было интервью со всеми членами СД, человек восемь, и включая менеджмент. Но мне безумно интересно. Мне кажется, что я, прежде всего, очень многому учусь у них, потому что совет очень стабильный. Члены СД некоторые по восемь-десять лет видят ленту изнутри. Поэтому, конечно, с этим я конкурировать никогда не смогу. Но, с другой стороны, где я могу принести свежий взгляд, где я могу принести взгляд не из этой отрасли, я стараюсь это делать. Поэтому я думаю, что у нас будет хороший симбиоз. Но только начало, на самом деле. Я тоже член с артодиректоров Альфа-банка, независимый. Я вижу эффект незамыленного взгляда, и когда ты живешь полностью в другом мире, это очень интересно. И я, конечно, всегда рекомендую предпринимателям всегда иметь рядом с собой людей, которые смотрят на их бизнес, смотрят на то. Это очень некомфортно, потому что иногда не хочется так. В публичных компаниях это проще, но часто... Все равно очень важно, мне кажется, во-первых, сохранять независимость, во-вторых, очень четко понимать, где ты приносишь пользу и громко об этом говорить. Потому что не хочется быть ситуацией, где ты молчаливый член совета директоров. Я думаю, тебе нам это не грозит. Надеюсь. Мне наоборот бы помолчать. Можем друг другу в гости пойти, посмотреть, какая там динамика. Мне интересно, как ты видишь, какие убеждения твои, какие навыки, какие ключи ты нашла, которые делают тебя высокопроизводительной, которые дают тебе возможность мультитаски, которые помогают... Во-первых, я бы сказала, что высокопроизводительность не моя цель. Лично мне кажется, что высокопроизводительность все-таки про middle management. Когда ты достигаешь определенного уровня, ты не можешь и не должен быть высокопроизводительным, потому что у тебя точно должно быть время на подумать. Ты точно должен все-таки думать про стратегию и иметь видение. Желательно, чтобы это видение было... Про долгосрочность я даже не говорю, потому что нет в нашем мире такого понятия, как долгосрочность. Это видение должно быть достаточно широким. То есть не в туннеле. Вот я сейчас, у меня компания такая, и мы будем заниматься этим. А пытаться посмотреть, как виды изменились, тот же Google или Amazon за последние 10 лет. Это вот именно как раз взгляд вширь, а не вглубь или не вдаль. Поэтому качества, которые мне нужны, это точно умение и возможность делегировать, это точно возможность приоритизации, это умение выцеплять из хаоса информации то, что нужно. А все остальное черта и матери выбрасывать в мусорное ведро. Когда у тебя был самый успешный период, когда ты просто чувствовала себя в потоке и когда у тебя просто шло все вверх? Ну, во-первых, у меня такой период сейчас. Без сложной скромности скажу. У нас очень хорошие результаты, я не могу их раскрывать, но мы очень хорошо и активно растем. Но, на самом деле, я считаю, что, оглядываясь назад, у меня было несколько вех в моей карьере, за которые я жизни, удачи, я не знаю, самой себе очень благодарна. И, наверное, для меня мерило успеха, когда я оглядываюсь назад, и я не понимаю, как мы это сделали. Один из примеров это МТС, когда я занималась организационным развитием, и мы меняли фактически с командой всю организационную структуру, выстраивали сеть макрорегионов, приводили к общему знаменателю бренд компании, все информационные системы. И мое подразделение, мой функционал, он как раз за это отвечал. То есть мы были, естественно, не владельцами процессов, но мы были энейблерами, которые двигали всю компанию вперед. Мы до сих пор все очень дружим, команда того времени, потому что, мне кажется, даже сейчас, оглядываясь назад, то, что мы сделали за три года, это нереально. Другая моя большая гордость, это профмедиа. Я считаю, что даже просто смотря на то, где сейчас находятся выходцы из профмедиа, можно судить об успехе этой компании. Я там поработала почти шесть лет, и это, наверное, тоже такое золотое время. Почему выходцы из профмедиа такие успешные? Мне кажется, что, во-первых, у нас был мандат на очень большое количество творчества, на то, чтобы при сохранении этого творчества внутри творческих коллективов, потому что профмедиа, это же, она про творчество, телевидение, интернет, это производство кинофильмов, кинопродукции, невозможно без творчества. Очень умела отделять творчество от нетворчества, это и финансы, и юридические вопросы, иногда это инвестиции, стратегия. Мне кажется, что мы пытались выстроить систему, и это отчасти получилось. Мы также нанимали людей не всегда из медиаотрасли, мы давали людям шанс, и тогда у них порастали крылья. Мне кажется, это тоже очень важный фактор, когда нет горизонтов, и им хочется вверх, и они туда долетают. Круто. И потом, после профмедиа. Потом был гугл. Феноменальная история, конечно, да, это правда. А вот, когда вы, например, давали шанс молодым людям, на какие качества вы обращали внимание, вот кому дать шанс? Я тоже часто даю шанс, и у меня огромный успех, когда я даю людям, молодым людям, без опыта, большие блоки, и это почему-то у них получается. Мне кажется, для меня, например, огромная тема – это блеск в глазах. И когда у человека горят глаза, когда он хочет делать что-то, даже если у него нет опыта. Понятно, что мне важно все-таки, блеском тела не ограничивается, важно, чтобы у него были структура в голове, важно, чтобы он тоже, ну, важно, чтобы вы говорили на одном языке. Но мне кажется, что у большого количества молодежи, молодого поколения с этим нет проблем. И если мне надо будет сделать выбор, нанять кого-то с очень хорошим опытом, который 100% совпадает с тем, что я ищу, но человек уже немножко подустал, я все-таки выбору того, кто готов зажигать звезды. Так что энергия важнее, чем опыта. Иногда да. Тогда у меня последний вопрос, но он сложный. Будущее медиа. Куда идет медиа? Потому что ты говорила, был телевизор, радио. Люди стали потреблять тогда 4-5 часов медиа в день, когда появился телевизор. Кстати, не кажется, что есть такой откат обратно немножко? Да, сейчас, я видел статистику вчера, что сейчас среднее медиа потребление в России 10 с половиной часов в день. Конечно, это ужас. К телевизору и радио добавилось еще 5 часов интернета. И в Америке 14 часов, средний американец потребляет 100 часов медиа в неделю. Соответственно, чем, ну, в принципе, характеристика масс-медиа, что это достаточно негативная вещь, да, потому что и Фитблиц, и Фитблиц, как бы, да, соответственно, скандалы, острые вещи, плохие новости намного лучше продаются, чем хорошие вещи. А в мире происходит столько всего хорошего, это все тонет. Даже на Ютубе, даже на Ютубе обложка, чем более она такая... Мне кажется, сам отвечаешь на свои вопросы. Да, не, ну, будущее. Можно про это говорить до бесконечности, на самом деле, потому что, с одной стороны, технологии создают возможности, с другой стороны, они и барьеры тоже выстраивают, да. Любая, как мы уже видим, любая информация все-таки без модерации, без какого-то там редакционного взгляда теряет в качестве. Мне кажется, огромная тема, которая уже несколько лет стоит перед всеми большими площадками, это персонализация и невозможность выбора, когда люди просто под потоком информации тонут. Все равно хороший контент, он всегда будет востребован. Ну вот, как это... Про медиа, вообще, отдельная дискуссия, она, мне кажется, бесконечная. Бесконечная. Будут еще медиа интересны, будут... Слушай, ну, есть, на самом деле, есть огромная, есть огромная, есть добавленная реальность, есть виртуальная реальность, огромные темы, да, есть и вещи, связанные с... С роботизацией и ассистентами, которые виртуальные, те помогают в жизни, начиная от покупки продуктов и позвони маме. То есть, наверное, мир движется в сторону такой нативной персонализации, когда ты не many to one, да, а когда ты уже one to one. В угле это называется predict and assist, то есть потребление контента никогда на тебя его потоком льют, да, никогда ты сам мучительно взрываешься там, выбирая, а когда умные алгоритмы понимают, что же ты хочешь или что ты не хочешь, да, и предлагают тебе в режиме one to one и информацию, и структурировать твой идей, и помочь с календарем и так далее и тому подобное. Интересно, кому будет YouTube показывать алгоритмы, кому они будут показывать это видео? Проверим, посмотрим. Расскажем потом. Спасибо огромное за твое время, было очень приятно. Спасибо, зови еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok